Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Итоги года. Это Радио Комсомольская Правда. 13.07. Точное время в Екатеринбурге. Итоги года мы сегодня будем подводить с нашим гостем Олегом Шиловским, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза, главным офтальмологом Свердловской области, заслуженным врачом России. Здравствуйте. Добрый день всем. Итоги года, конечно, в офтальмологии, в том, что происходит. Не, ну серьезно. Знаете, тут у президента спрашивали на пресс-конференции, какой был год, хороший, плохой. Я понимаю, что вопрос может быть несколько неуместный, но тем не менее, год был, наверное, максимально необычный в вашей практике, согласитесь, да? Ну вот необычный точно, пожалуй, что совсем необычный по многим параметрам. Ну, конечно, на первом месте это наш коронавирус, да? Да, потому что мы единственный год из 32-х, то, что мы работаем здесь, мы отдыхали 2,5 месяца. Собственно, не работал коллектив. Поэтому это был локдаун, и это был апрель, это был май, и это был часть июня фактически. То есть это было непросто, в общем, но мы это прошли, дальше приступили к работе, ну а дальше, наверное, собственно, что из отрицательного, наверное, то, что, в общем, болеют в коллективе. Это неизбежность, скорее всего, да. Это неизбежность, я думаю, что, наверное, в каждом коллективе это происходит сегодня абсолютно. Но чего положительного, в общем-то, из этого сказать? Ну, наверное, первое, то, что мы научились с этим жить и работать, конечно. Потому что мы перестроились, мы, в общем-то, поменяли и прием, и хирургию, и, значит, сделали совершенно новые графики. И мы работаем с 8 до 8 сейчас. И это хороший, в принципе, опыт. Я думаю, что мы останемся в этом режиме, когда это все закончится. Если это закончится. Ну, хочется, конечно, верить, но, тем не менее, да. Все заканчивается, и это тоже пройдет, так что никаких сомнений нет на этот счет. Конечно, что необычного еще, но вот это, наверное, отсутствие, собственно, общения с коллегами такого полнокровного, так скажем. То есть весь график конгрессов, он практически выпал, все, никто никуда не летал, не ездил. Ну, все перешло в онлайн-режим, наверное, да? Не выступал, да, перешло в онлайн-режим, но онлайн это совсем другое. То есть это тоже опыт, конечно, потому что этого всего было мало, недостаточно. То есть сказать ли, что это адекватно, ну, я бы, наверное, не сказал, в общем. Я думаю, что, конечно, это какой-то суррогат все же. Общение однозначно совершенно. Я думаю, что, наверное, многие со мной согласятся. Может быть, не все, ну, все и не должны, я думаю, но многие. Потому что этого не хватало. То есть когда ты общаешься с аудиторией, читаешь лекцию, там, ощущаешь эту энергетику, общаешься в кулуарах, онлайн этого заменить нельзя. Вот, вот то самое кулуарное общение, как раз, где, как мне кажется, идеи могут новые возникать, да? Ну, на самом деле обсуждение вот это в кулуарах, там, на всех конгрессах, оно, в общем, занимает, конечно, большое очень значение имеет. Но я должен сказать, что и не только это. Само выступление даже просто перед аудиторией, это совершенно не одно и то же, что перед экраном. Вот это я не знаю. Это как вот сахар через стекло лизать, я уже где-то говорил это. Говорили. Вот, поэтому вот примерно это то же самое. Я хочу ненадолго вернуться к вашему коллективу. Смотрите, остановка была весной на неопределенный срок, то есть непонятно было, что дальше. Да, неопределенный срок. И вы помните, у нас там постоянно продлевались эти самые ограничения. Все правильно. По неделе причем. Да, по неделе, так и было. И, тем не менее, была поставлена задача сохранить коллектив. Абсолютно точно. А как вы работали в условиях такой неопределенности? Вот когда, то есть, если бы сразу сказали, ребят, мы останавливались там, допустим, на два с половиной-три месяца. Тут понятно. Все там подпускают. Тут все просто. Я бы просто выпустил приказ об отпуске и всех бы отправил в плановый отпуск. Ну да. Многие так сделали, кстати. Ну, я не смог, потому что я не знал, насколько, на какой-то период. Потому что ты можешь выйти, а денег нет. И работать нельзя. И работать нельзя. И как это будет развиваться дальше. То есть, тоже непонятно, насколько будет снижение, собственно, потребностей в нашей помощи и так далее. Какая будет явка пациентов. Кто мог это предполагать? Кстати говоря, когда мы в июне начали работать, то явка была крайне низкой. Мы шли в объеме там 300 операций в день. Ой, 30 операций в день против там 250 в обычное время. То есть, ну вот, пожалуйста, во сколько раз это снижение? Как это продлиться долго? То есть, насколько это все было непонятно, неизвестно. Если бы, допустим, сказали, да, два месяца, тогда бы я, собственно, сделал так, как я сказал, и все. То есть, да, мы вышли, продолжили бы, и все. А если бы это было там на полгода, то как? Или на год. Ну, собственно, ну, на год навряд ли, конечно, но хотя бы. Всякое могло быть. Всякое могло быть. Ну, по крайней мере, то есть, вот это все, каждую неделю мы там собирались с моими замами и обсуждали, как мы будем действовать дальше. Вот, ну, все, собственно. То есть, вы с самого начала этого локдауна начали переорганизовывать работу? Ну, мы все это время, в общем-то, пока сидели, так скажем, мы продумали эту систему всю, и, конечно, когда мы вышли, она у нас была уже готова, но готова, готова на бумаге, так скажем, да, забыли про овраги, да. Поэтому, конечно, когда мы начали приземлять ее, собственно, в работу, конечно, много всякого, в общем, появилось, и, конечно, всегда всего ты учесть не можешь. То есть, реальная работа – это реальная работа. Ну, затем все так более-менее встало на круги своя, научились, двинулись, вот, даже участвовали и в конгрессах, и вот в начале декабря прошел съезд офтальмологов России, онлайн также, вот, где мы, конечно, участвовали во всех, собственно, разделах, включая и показательные операции проводили, и доклады, и лекции, и круглые столы, то есть все было. Ну, в нескольком формате. Не было удовлетворенности. Ну, ничего, видимо, нам надо либо привыкать, либо это все, конечно, вернется на круги свои. Напомню, с нами сегодня Олег Владимирович Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия Глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России. Мы продолжим подводить итоги года в сфере офтальмологии через несколько минут на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Напомню, итоги года мы сегодня подводим с Олегом Владимировичем Шиловским, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия Глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России. Телефон прямого эфира 3850923, наши мессенджеры, WhatsApp и Viber, плюс 7953-3850923. Смотрите, учитывая все вышесказанное, все этот режим ограничений, изменения режима и графика вашей работы, правильно ли я понимаю, что план по программе госгарантии все-таки выполнялся? Да, выполнялся, и мы его, можно сказать, выполнили. Ну вот, да, остаток года еще остался. То есть, еще раз я хотел бы отметить, что вы также проводите операции по полисам ОМС. Обязательно. Есть некая квота годовая, да, и вы, собственно, с ней справились. Да, она выбрана, все. Она сегодня уже сделана, вот сегодня у нас последний плановый операционный день, был как раз, я только вернулся, собственно, и все, мы закончили плановую хирургию в этом году. Это потому, что план небольшой? Нет. Он не корректировался в этом году, да? Нет, почему, он корректировался, но не в сторону уменьшения, в общем-то, и все основные параметры мы сделали, абсолютно. Это связано было с высокой интенсивностью труда, оставшиеся, собственно, месяцы, года после того, как мы вышли. Я, например, лично столько никогда не оперировал, я думаю, что я много оперирую, но на самом деле вышло так, что я мало оперировал, да. Сейчас я просто... Ну, для понимания, сколько в день операции? Ну, я ходил там, допустим, у меня было, как и у всех абсолютно врачей наших, я ходил два раза в неделю, это плановые операционные дни большие. Ну вот, осенью я ходил четыре раза в неделю. То есть, практически, у меня был один день такой административно чистый, вот, а все остальные дни, вплоть до пяти часов вечера, я был в операционной. То есть, вся остальная работа, она была, ну, вот, как-то после пяти, и тот единственный день... Тот единственный день? Ну, правда, за счет чего, собственно, я никуда не ездил, я не был в командировках, я не был ни на конгрессах, ни на съездах, ни ничего, так сказать. Вот, эта часть, в общем-то, она выпадала, конечно. Смотрите, но, возвращаясь к тому самому единственному дню, когда вы занимались административной работой, вы также вернулись к инвестиционным проектам. Да, абсолютно, да. Давайте напомним, это строительство нового операционного блока для носослезной хирургии? Да, точно, оно продолжается. Мы начали в сентябре, вернулись к этому в сентябре, потому что непонятно было, собственно, как будут складываться доходы. И, естественно, раньше мы не могли, в общем-то, двинуться, когда стало более-менее уже все понятно. В сентябре мы приступили к работам. Сейчас полным ходом идет, я рассчитываю, что первый квартал будущего года все будет готово. Вы строите там же, на своей территории? На своей территории мы перенесли внутрибольничную аптеку в сокольный этаж, но это сделано было два года тому назад. Там где-то 1100 квадратных метров мы вырыли, завели туда вентиляцию, кондиционирование. Все это, да, приямки со светом, там где-то надо, с естественным были организованы. То есть, ну, и на освободившихся площадях, там почти 700 квадратных метров, это будет вот новый оперблок. Еще из инвестпроектов запроектирована новая глазная поликлиника с глаукомным центром в центре города, да? Полторы тысячи квадратных метров. Тысячу триста пятьдесят. Ну, на круглого счета мы говорим, да? В первую очередь, не маленькая. Где это будет и в какие сроки? Это будет, значит, проектные работы идут полным ходом. Мы этот проект делаем совместно с нашим партнером. Здесь это компания «Атомстройкомплекс». Все ее знают, 25 лет вот они отмечают как раз. Как работают. Вот, поэтому это было, кстати говоря, предложение. Мы искали эту площадку, но, собственно, осуществить ее в рамках вот этого проекта совместного. Это было предложение как раз генерального директора Ананио, с которым мы встретились и нашли, собственно, этот путь взаимодействия. Во-первых, для них это тоже очень интересно, потому что это социальный проект для них. То есть, таких проектов совместных они пока и не делали. То есть, они, конечно, строят там школы, там больницы, но это другое. Я так думаю, что да, у вас есть особые требования какие-то к тем помещениям, в которых вам потом предстоит работать. Ну, не только это. То есть, в принципе, мы нашли, в общем-то, точки соприкосновения, при которых, ну, собственно, двум бизнес-структурам это выгодно. При всем при этом, значит, помощь в этой поликлинике, да, 80% это рамки территориальной программы госгарантий. То есть, это бесплатная поликлиника. По полису ОМС, там, в Санкт-Петербурге. Да, практически. 80% это полис ОМС. И, тем не менее, значит, вот мы нашли возможным это сделать и делаем, и реализуем активно. Мы готовим персонал, оборудование, все это. Сейчас готовим проект. Ну, и все, и дальше реконструкция, потому что площади-то готовые. То есть, этот комплекс, он сдан уже из этих домов. То есть, там, это как раз Шейкмана-Радищева. Самый центр. Ну, все, собственно, сейчас мы прорисовали логистику, сейчас делаем проект. Там должна быть вентиляция отдельная, там, все, что требуется в современной поликлинике. Все, все будет. Интерьеры соответствующие и так дальше. Еще один инвестпроект, который у вас сейчас в работе, это проектируется. Новая детская глазная поликлиника в районе Академический. Да. У нас один из итогов года для района, что он будет отдельным, все-таки, административным районом города Екатеринбурга. И там будет, соответственно, отдельная глазная детская поликлиника. Ну, да, это немножко дальше, вот это продолжение улицы Амундсена. Краснолесия, в этот район. То есть пока, пока вот я знаю, что Атомстройкомплекс, это тоже совместный проект будет. Они должны провести слушание в декабре этого года и вот окончательно определиться с площадкой. То есть, по-моему, мы сейчас с площадкой там уже определились, где это будет. Это будет хорошее место, рядом хорошая очень транспортная развязка, район этот новый, там очень много детей. Мы просто перенесем свой детский прием Серафима Дерябина. Там в таких это зажатых все условиях. Это был наш первый детский проект. Мы начинали там со 150 метров, потом там до 250 расширились. Ну, а будет тысяча вот. Поэтому, ну, совсем будет другой. Это будет аналог вот нашей детской поликлиники на Мичурино. Да, очень хороший. Такой вот, такая же современная, с хорошей логистикой, с хорошими игровыми комнатами, там, с интерактивными такими панелями на стенах. То есть, ну, классно, классно просто. Здорово. Заходишь туда, там, больницы, это не пахнет совершенно. Но Екатеринбургом ваши планы не ограничиваются. Я еще прочел про проектирование офтальмологического центра в Каменске-Уральском. Да, точно. В Каменске-Уральском у нас с 97-го года филиал работает. Мы тоже из него уже вылезли, выросли и так далее. Ну, и потом там нет хирургии на сегодняшний день. Вот, а это будет клиника вновь построена и с суперблоком, и с полным циклом хирургии для Каменске-Уральского. То есть, проект классный. То есть, мы уже с площадкой практически определились. Аминистрация города сейчас должна вот закончить и выдать нам тех условий. И там есть хороший инвестор у нас. Кто, собственно, идет с нами в партнерах. И вот тоже совместными усилиями с этим инвестором мы будем двигать этот проект. Я рассчитываю, что через два года мы там проведем первые операции вообще в Каменске. Так что я думаю, что это большой, очень такой важный социальный объект для города будет. И я еще раз говорю о том, что это будет все-таки в рамках территориальной программы, что тоже важно. То есть, это не значит, что мы там ставим кассу и пошло, да? То есть, нет, конечно. То есть, там тоже где-то процентов 80, это ОМС, программа госгарантий, чтобы это было абсолютно все доступно для города, для их жителей. И не только города Каменская, там и Каменский район. Там рядом Курганская область. Потому что сейчас, допустим, они ездят сюда к нам на базу, оперироваться в Екатеринбург. Там надо будет доехать до Каменска. Там, допустим, от Катайска, там, по-моему, километров 30 всего. Ну, понятно. Поэтому тут близко очень будет все. Ну, если говорить о географии вашего присутствия, да, мы уже переходим к юбилейной части, так сказать. Я просто был удивлен, потому что у нас с вами далеко не первый эфир. И, казалось бы, практически все уже знаю о вашем центре. Но как-то то ли выпало из моего внимания, то ли не знал об этом. 10 лет исполнилось сургутскому филиалу вашему. Причем это филиал, я хотел бы отметить, не московской микрохирургии глаза, а именно Екатеринбургской. Екатеринбургского центра, да? Ваш, конечно, да. Ваш. Как вы зашли в Сургут и что сделано там было за 10 лет? Ну, как зашли? Зашли, собственно, непросто. Мы как-то несколько лет до этого, в общем, пытались. И, в конце концов, в общем-то, достучались до городской их думы и до главы города. Такой деятельный очень был глава города у них. Я с удовольствием его до сих пор вспоминаю. Вот. И мы решили, что надо, конечно, в Сургуте сделать. Вот. И подобрали там помещение в аренду. Сами их реконструировали. Сами купили оборудование. Подготовили коллектив туда. Кстати, там руководит очень хороший наш доктор, которая родом сама из Каменско-Уральского. Она у нас училась, проходила ординатуру. Ну, и после того, как она и закончила ее, значит, мы предложили ей, в общем-то, поехать туда. Она была тогда не замужем. Молодая, так сказать, женщина, доктор, с хорошей подготовкой. Сестер мы находили уже там, конечно, по месту в Сургуте. Вот. И начали, собственно, там работать. И потом она там вышла замуж. Дети у нее там живет спокойно. И потом второй доктор появился. В общем, начали комплектовать. Начали комплектовать. В общем-то, очень-очень здорово работают они. И на месте они делают там лазерную кабинетную хирургию при диабете, при глукоме. При глукоме, при многих других вещах. Вот. Ну, очень адекватно лечат. Прием. Включая детский, там идет. Так же, как во всех наших филиалах. Поэтому я думаю, что он на месте там. Они достаточно хорошо. В общем, ну, как и везде, во всех территориях, наверное, в хороших отношениях. Очень с нашими коллегами. Давайте перейдемся. Мы послушаем сейчас новость о радио «Комсомольская правда». Олег Шиловский. Подводим с ним итоги года сегодня. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагилл, 89,5 Гурасферов. 13.33 точное время. Меня зовут Павел Филиппов. Мой гость сегодня, с которым мы подводим итоги года. Олег Владимирович Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТГ «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России. Про Сургут мы с вами поговорили, да, что 10 лет центру. Но это не единственный юбилей, который вы отмечаете в 2020 году. Или отметили уже, да? Во-первых, 15 лет исполнилось городскому глоукомному центру в этом году. Объясните, а почему понадобилось выводить, ну, как бы организовать отдельный глоукомный центр? Ну, тема интересная. Дело в том, что наша база, конечно, не справляется с этим. Оснащенность, наверное, поликлиник городских, ну, по всей стране, наверное, она оставляет желать лучшего, в общем-то. А эта тема глоукомы, она, конечно, я уже говорил об этом, решение ее лежит как раз в плоскости нормальной организации. Поэтому люди, которые страдают этой хронической болезнью, от нее излечиться нельзя, с ней надо жить. Вот, нужно постоянно наблюдаться, корректировать лечение, кому-то оперировать, кому-то делать лазерные операции, кому-то менять режим там капель, назначать другие. Но все это возможно только при том, что пациенты следят за собой, обращаются и выполняют рекомендации. 15 лет мы сделали назад такой специализированный поликлинику, прием на базе второй горбольницы. Ну, и вот, собственно, наш опыт 15-летний показал, что, в общем-то, это очень правильно, то, что мы делали. И сегодня мы сделали его о том, что недостаточно площади, недостаточно оборудования, недостаточно персонала, чтобы вести этот прием для города Екатеринбурга на сегодняшний день. Поэтому, вот, собственно, мы говорили с вами в первой части нашей беседы о том, что мы расширяем этот проект, и будет он расширен в этой связи. Я надеюсь, что он будет более доступен, в общем-то, для жителей нашего миллионного города с лишним. То есть, пока мы знаем, там, о 25 тысячах пациентов с галукомой, ну, и гораздо больше, поэтому... То есть, очень много тех, кто не дошел еще, да? Да, потому что каждый год мы, там, выявляем, там, определенный пул пациентов, там, со второй-третьей стадии, например. А надо бы в первой выявлять, конечно. Чтобы выявлять в первой, значит, надо больше заниматься просветительскими вопросами, надо больше, надо быть более доступным, в конце концов. Потому что, когда ты доступен, то человек придет. Когда человек думает о том, что, о, ну, это надо, там, непонятно, как вообще попасть. Естественно, что он откладывает куда-то на потом эту проблему. Кажется, что это очень сложно организованное, там, и так далее. Да, поэтому, как только это будет лучше, шире, свободнее, доступнее, то есть, естественно, что и пациенты эти придут вовремя. А, кстати, какова механика? То есть, если человек, там, не знаю, ну, не знаю, подозревает ли вы себя к лаукому, наверное, ну, может быть, такие люди есть, но все-таки как это выявить на ранней стадии, с диспансеризации начать, с чего? Диспансеризация, да, это классно. То есть, в принципе, там выявляется это, каждый год выявляется. Например, у нас, вот, в глаукомном отделении нашем, на, пока, в старом, да, на Челюскинцев, там, на базе горбольницы, там, есть, например, кабинет до врачебной тонометрии, то есть, когда давление меряют, там, пациентам, которые просто приходят, даже полис не надо подъявлять. Ну, вот, надо сказать, что каждый, каждый день мы выявляем 2-3 новых случая. Это, это стабильно. А дальше пациент уже маршрутизируется в ваш центр? В наш центр, или там, где ему удобнее, да, он может ходить в поликлинику по месту жительства и там наблюдаться, там есть диспансерные дни тоже, есть, собственно, группы диспансерные, и он вправе выбрать, в принципе, что ему делать дальше, главное, чтобы он знал об этом, что у него проблемы. Ну, еще один юбилей, простите, что я все цифрам свожу, да, но, тем не менее, 5 лет исполнилось Центру рефлекционно-лазерной хирургии в этом году, да? Да, она ясная, да. Да, и это тоже одно из подразделений ваших, которые вы вывели в отдельный центр, да? Правильно, я понимаю, вы тут в этом эфире использовали слово кабинетная хирургия, вот это вот оно? Ну, не совсем. Не совсем. Кабинетная хирургия – это хирургия, которая не требует условий операционной. Стерильной, да? Да, то есть это обычный врачебный кабинет, и вот там эта лазерная хирургия проводится. То, что касается ясной, там есть и кабинетная хирургия, но там есть и лазерная хирургия, которая проводится в операционной хирургическими лазерами, то есть это рефракционные лазеры для коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма, и там лазеры, которые ассистируют этапы важнейшей хирургии катаракты, например. То есть это тоже лазерная хирургия, но это условия операционные, конечно. То есть идея была вывести туда отдельно это все по, собственно, по двум причинам. Первая причина – на основной базе, на Барде на 4А площадей не хватало. Стало тесно. Тесно, и, в общем, развивался пул так называемых тяжелых пациентов, которым требовалась хирургия сетчатки и стекловидного тела. Этих операций было мало, мы не могли, просто надо было расширять, готовили врачей к этому, персонал, технику. Ну и вот когда мы, собственно, перевели рефракционный отдел в другое место, значит, на их площадях вот как раз разместились вот эти операционные для оказания, собственно, тяжелой помощи, в том числе, в первую очередь, высокотехнологичной помощи на основной базе. Ну и второй момент, конечно, то есть здесь особый пул пациентов, то, что касается рефракционной хирургии, близорукости, дальнозоркости, это отдельно, это молодые пациенты обычно, они по-другому уже, в общем-то, другие требования к жизни, там везде запись идет в электронном виде, электронная карта оттуда началась, собственно. Вот как раз там все было организовано уже, собственно, по времени, в удобное время, эта база первая начала работать в выходные дни, вот, то есть много чего мы там обкатали, в общем, за это время, и перенесли потом и на основную базу, и на другие наши площадки, в том числе. Опыт, который там был получен, да? Да, конечно. Вот. Ну и потом эта база на Ясной, это центр рефракционной лазерной хирургии, они не работают в поле обязательного медицинского страхования, то есть эта помощь, она не входит в программу госгарантии, госгарантии, поэтому, ну вот, это чисто такая коммерческая больница. А все-таки, я не знаю, вы считаете там количество операций, у вас же был миллион операций два года назад, да, в 2018 году, туда попадают лазерные вот эти операции? Да, конечно, конечно, да, конечно, все в том числе, конечно. Совокупный объем операций? Разумеется, да, разумеется, все операции попадают. Понятно. Вы, помимо всего прочего, несмотря на локдаун и непростой год, получили семь патентов на собственной разработке, это только за этот год, я правильно понимаю? Семь или восемь, но это обычная история. То есть семь, восемь, десять, это вот примерно то, что происходит в течение года, каждый год. Вот, 30 лет мы работаем, и это каждый год происходит. Поэтому это нормальная такая плановая работа, люди ищут, занимаются, смотрят и выдают, конечно, что-то новое, безусловно, всегда. Это революционные технологии? Или это, знаете, ну, я не знаю, может быть, в вашей отрасли уже нет революции, а есть такое, знаете, планомерное движение мелкими шажками? Вот как бы вы это описали? Ну, революции вообще мало, вообще в целом. Что-то происходит такое, что, ну, я не знаю, там, выход новой модели, там, я не знаю, айфона, это революция или нет, там, или новая модель, автомобиля, там, и так далее. Это же не революция, но это же новое качество, собственно, и новые возможности. Новая ступенька, да? Новая ступенька. То же самое и касается этих всех, так сказать, разработок, потому что они, как правило, носят прикладной характер, то есть они улучшают работу, значит, какие-то мысли, какие-то новые решения, более щадящая хирургия, значит, еще что-то там и так далее. Какие-то приспособления для нее прорабатываются, собственно, для лечения, для хирургии, которая позволяет улучшить качество, уменьшить операционную травму, снизить время. Операционную? Да, что тоже, в общем-то, очень-очень-очень важно. Потому что чем короче вмешательство, тем лучше всем, и пациенту, и врачу. Вот, поэтому это, конечно, направлено на это. Это также точно, как вот, как я привел пример, что это выходит, там, новая модель, там, айфона, там, и все. Ну да. Хорошая аналогия. Один из патентов ваш попал в 100 лучших патентов России. Да. Но я должен оговориться, сейчас же много вот таких вот мне приходит просто каждую неделю, там, вы, там, лучшее предприятие, вы, там, по версии такой-то, там, и так далее. Только заплати деньги, и получишь, там, медаль, значит. Значит, это не из этой серии. Значит, мы вообще в эти игры не играем никогда, ни за что не платили, ни за одну награду, и так далее. Значит, это из другой серии совершенно, это выдает такую вещь, институт промышленной собственности, то есть это государственная структура, которая, в принципе, определяет вообще, это патент или не патент. То есть они проверяют это на мировую новизну, и выдают, собственно, саму эту бумагу охранную в виде вот этого патента. Вот они там сами мониторируют, значит, этот процесс, и на свое усмотрение, значит, они выдают, в общем, то, что им понравилось, они собирают экспертов, мнение их, и потом вот... То есть беспристрастный подход, но если для понимания просто, что это за патент, что вы сделали такого? У нас минута буквально. Ну, за минуту не объяснить, да? За минуту не объяснить, это, в общем-то, один из способов реконструктивной операции на роговице человека. Вот. А это одно из сложнейших направлений? Одно из сложнейших направлений, да. То есть там, когда работаешь именно на слоях, там, в пределах, там, 10-15 микрон, очень тяжело контролировать толщину. Ну, вот этот патент относится как раз к тому, как правильно ее контролировать, в общем-то, эта разработка касается. Да. Олег Владимирович, спасибо большое. Я напомню, что мы сегодня подводили итоги года с Олегом Шиловским, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главным офтальмологом Средовской области, заслуженным врачом России. Сайт МНТК «Микрохирургия глаза» iClinic.ru. Телефон для консультации специалистов 8 800 2000, ровно 300. Оставайтесь с нами. Итоги года. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.